Я вам уже неоднократно рассказывал о ребятах из компании Disonic Это наша отечественная компания, которая делает плагин RealPhones Благодаря которому вы в своих наушниках можете оказаться на профессиональной студии То есть там добавляются специальные импульсы, чтобы вы ощущали себя, как будто вы находитесь на студии А не слушаете там музыку в наушниках Это очень круто помогает при сведении и при записи треков То есть ты можешь послушать, фактически можно сказать, на профессиональной акустике все это дело Дело в том, что ребята из Disonic, RealPhones, совместно со школой звукорежиссуры Music Heads И магазином Dr. Head при поддержке Neumann и Beardynamic организовали конкурс для звукорежиссеров Или там любителей звукорежиссеров В рамках которого вам нужно будет свести мультитрек И, собственно, это будет вашей конкурсной работой Соответственно, там первые три места получают наушники Beardynamic, Audio Technica и Neumann Там модели всякие разные Второе место получит место на онлайн-курсе по звукорежиссуре от Music Heads и Константина Матафонова И третье место, можно сказать, что это все участники получат скидочки на плагины от Disonic и, соответственно, онлайн-курсы от Music Heads Подробнее о самом конкурсе вы можете почитать в описании Там все подробно, прям очень понятно расписано Ссылочка будет вот там вот под видосиком Всем привет, с вами Лео, вы на канале Hells Cream Academy А сегодня мы с вами будем разбирать Разбирать, не слушать, а разбирать отдельные фрагментики выступления Дианы Анкудиновой на шоу Mask Go On Да, которое вот буквально на прошлой неделе второй выпуск был И будем это мы делать, знаете, как... Я вам сразу скажу, что трек, который она пела, совершенно не для нее Вот он просто, я не знаю, ну как бы, да, для какого-то разнообразия это, конечно, круто Но это совершенно не ее репертуар Вот просто вот от слова совсем Простите, конечно, то, что я прерываю просмотр ролика вот этим вот самым фрагментом Но я хочу вам сообщить то, что я не могу вам показывать полные песни, полные фрагменты видео, записи разные Просто по нескольким причинам Первая причина — это возможная блокировка из-за авторских прав Тут не угадаешь Иногда бывает такое, что ролик блокируется и за полутора секунд видео Поэтому заниматься перезаливанием постоянно, вот так вот туда-сюда, все это вырезать И пытаться понять, из-за чего блокируют, это просто очень много времени отъедает Второе — это то, что у нас нет необходимости с вами слушать полноценные песни и посмотреть полноценные видео Потому что мы здесь с вами занимаемся образовательными делами Мы изучаем нужные и интересные нам фрагменты Полную песню вы можете сами посмотреть на ютубе, послушать или там ролик посмотреть на ютубе Потому что в 21 веке уже давно бы пора научиться пользоваться строкой поиска Ведь это так сложно Ну и, соответственно, если мы с вами будем смотреть полноценный ролик Я просто не смогу точно обратить ваше внимание на необходимую деталь Ну а теперь давайте начнем смотреть, потому что в первом же фрагменте слышно несколько интересных деталей Первая деталь, которая прям сразу же на слуху — это текст Сейчас стало модно так Все одинаково Это прям вот очень круто описывает ситуацию с этим треком Потому что, не знаю, вот это вот музло, я его никогда, мне кажется, не пойму Она настолько... Это просто забейте Логика в чем? С точки зрения вокальной партии нам здесь интересно то, что в конце самом Диана выходит на свой обычный разговорный голос Именно без той самой детали с мягким небом про то, что я вам говорил Когда звук закрывает вот так вот, да? Что придает ей вот этого вот объема И мы сразу слышим, как звук вот так Становится легче И обратно набирает вот этот вот объем Которому все, в принципе, привыкли, когда вы Слушайте Диану Следующий же фрагмент мне прям реально Бьет ножом в сердце По двум причинам Первая причина — музыка где-то в углу Или что-то там где-то плакала Потому что реально вот с таким вот музлом Она реально где-то плачет просто Ну потому что это кошмар Это ужасно вообще Но почему я вам сказал то, что эта композиция не для Дианы Ну потому что она просто в рамках этого не звучит У нее слишком вот эта вот глубина огромная такая в звуке И она слишком объемно звучит для этого трека Просто слушайте следующий фрагмент Тут же я могу вам сказать то, что местами в следующем фрагменте Она начинает напоминать очень сильно Полину Гагарину Которая, вот пытаясь пользоваться этим же приемом Периодически очень сильно перебарщивает И вот прям вот так вот начинает напрягаться Чего делать, естественно, не стоит Потому что это повышает нагрузку на голос Ну и как бы звучит это очень натужно Соответственно, здесь как бы партия, знаете Вот именно с таким эффектом, которым пользуется Диана Эффект, я имею в виду, не какую-то там волшебную невероятную обработку Да, потому что под предыдущим роликом о Диане Кто-то решил, что я пытаюсь ее как-то принизить Говоря, что там как-то что-то обработано, сведено Я вам открою секрет Любую запись, которую вы слушаете Особенно по телевизору Ее сводят, сидит звукорежиссер И занимается сведением, чтобы с телевизора С пукалок, которые стоят на телевизоре Вот эти вот маленькие динамики, да Не у всех, как вот у тебя ты сейчас смотришь Есть полноценная 5.1 система С огромным сабвуфером и огромными динамиками Да, соответственно, ты можешь там Насладиться звуком вовсю Соответственно, он сводит это так, чтобы На среднестатистическом телевизоре Это слушалось нормально Соответственно, как бы человек проделывает определенную работу Это происходит с любым выступлением С любой записью Все, что вы слышите по радио Все сводится, везде там накладывается Эквалайзер, компрессор Для кого-то это может прозвучать Что там эффекты какие-то накладываются Эффекты там дилеи, ревербы, хорусы Какие-то еще что-то Это все, что вы слышите Постоянно, всегда и везде И в данном случае я это говорю Не для того, чтобы сказать, что типа Да это все обработка Обработка дает возможность звуку, который подается В нее раскрыться так, как он должен быть раскрыт Чтобы вы услышали именно то, что было задумано Это, грубо говоря, полное раскупоривание звука Потому что если вам включить сухой звук Прям с микрофона Вы охренеете, насколько он Какой вот весь Потому что, ну, как бы оно так и есть Изначально это нормально Здесь мы это обсуждаем Не потому, что я пытаюсь сказать Что вот там какие-то эффекты А потому, что я говорю, что Вы должны это понимать Раз Второе, вы должны, как бы Если вы учитесь петь там Что-то там с музыкой делать Вы должны понимать, что существуют такие вещи Так это делается Вот так это звучит А не потому, что я хотел сказать что-то там Что там, кто-то там Не так что-то делает Я просто говорю это как факт Вот сведением Как бы все приводится в нормальный вид В котором вы это в конечном итоге Собственно и слышите И к вопросу там живое-неживое выступление Допустим Костюшкина я смотрел второго выпуска Он вообще ртом не попадает в фанеру Как бы вполне возможно что там Многие писали что типа вот были на съемках Там было все вживую Ну во первых в грохоте в таком вы не поймете вживую это или нет Второе как бы они могли вживую Это все чтобы живые эмоции Все это вот как бы реальное было Потом просто на видео наложили запись Которая была там пререкорд сделана Или потом переписана Либо при подготовке самого выступления Тоже треки же записываются Они могли просто это положить чтобы на телевидении Это лучше звучало Потому что ну да я там кого-то смотрел Там кто-то так сильно меменот пел Что прям больно было я не помню честно Ну не важно как бы Я просто вам говорю что как бы очень странно это выглядит Оно как-то не совпадает короче Ну и соответственно в следующем фрагменте Да мы с вами слышим вот это вот Появляющееся легкое лишнее напряжение у Дианы За счет чего звук становится очень тяжелым Прям такой натужный очень Но при этом вот этот вот объем она сохраняет И именно по этой причине я сказал что она начинает напоминать Здесь Полину Гагарину Вот с этим вот излишним напряжением Потому что например в следующем фрагменте Когда она выходит на последнюю открытую высокую ноту Это напряжение прям сильно схватывает звук Прям вот чувствуется И здесь я бы сказал что в принципе Эту песню не нужно петь вот с этим вот объемом Потому что она не для этого сделана Вот я ее в оригинале наверное слышал Если честно не хочу Вот я не хочу даже оригинал слышать Но я приблизительно представляю как это было спето в оригинале Там вот этого вот объема точно не было Понятное дело что это ее видение как бы самой композиции Но как я уже сказал Она просто ей не подходит Вот просто ну как бы Я не знаю Ей видимо специально для разнообразия ее впихнули Потому что мне кажется что для нее это довольно быстро Она в основном такие медленные плавучие какие-то песни Я вот то что слышал да Поет вот такого вот какого-то Вот она вообще не вяжется с творчеством Дианы Никак Вот просто вообще никак Ну и к вопросу о появляющемся излишнем напряжении Из-за вот этого вот объема Да на довольно высоких нотах Потому что его там слишком много не нужно Потому что мы не можем тогда уже нормально грудью звук поддерживать Он начинает вот так вот нас выдавливать То есть вот такое вот давление появляется Даже изображать этого не хочется Потому что мне реально тяжело это делать И как бы не знаю Я не люблю делать вещи которые как бы нагружают мой голос Ну вот именно в плане того Что я чувствую что делать не стоит Потому что у меня у самого связки слабые Как бы сами по себе от природы И если я что-то делаю не так Они мне сразу такие Как бы да Типа я сразу чувствую что что-то не так Моментально Вот просто моментально Ну вот И вот это самое напряжение вызывает ухудшение дикции На быстрых партиях Да которые в этой песне повсюду Да Потому что в следующем фрагменте Она практически не произносит согласные звуки Потому что знаете Как бы можно как это себе представить Как будто надувается шарик такой внутри Здесь огромный да такой И он не дает вам нормально закрывать рот Он просто вот это вот залипает И мне если честно следующий фрагмент вообще не понравился Вот оно конечно в рамках вот Дианы звучит как Диана Но я шло, я понял Где-то на ютубе я видел ролик с заголовком Диана может читать рэп И вот собственно в следующем фрагменте Вы слышите ее оригинальный голос Без вот этого вот мягкого неба Когда она поет То есть вот этого объема Где она просто говорит Своим обычным фактически голосом Без вот добавления мягкого неба Еще раз повторю Что это эффект который Ну как эффект Эффект внутри ее собственного голосового аппарата Да который в принципе есть у любого человека Да вот это движение С помощью которого она добилась того звучания Которому вы собственно привыкли С которого все сходят с ума Здесь она его отключает И слушайте внимательно Как бы насколько сильно это меняет звук Это вот то что я вам говорил Что играется роль артиста Вокалиста Который в каком-то том или ином стиле Исполняет композицию Помните про прошлый припев Я вам говорил Что типа дикция нарушается Слова как будто не произносят Из-за того что шарик внутри надулся И мы не можем нормально рот закрывать Потому что все мышцы напряжены Все надуто Я вам говорил то что Здесь в данном случае с такой скоростью Это будет неудобно Потому что напряжение Все дела Надувание Вот это понятно Теперь смотрите В конце идет вокализ Где нет необходимости звуки Как-то закрывать И вокализ Это знаете Как бы такая стезя Прям Дианы Потому что она это всегда Очень круто делает И здесь собственно Мы с вами слышим То что всегда И хочется от нее слышать Ну а сейчас самое время Чтобы подписаться На мой инстаграм Потому что буквально на днях Я запущу розыгрыш Маленького микрофона Тула Который является USB микрофоном Рекордером И микрофоном Для мобильного телефона Который можно подключить Кабелем Type-C Ссылочка на мой инстаграм Будет в описании А если этот ролик Был для вас интересный Полезный и познавательный Подписывайтесь на канал Все дела Долбаните в колокольчик Как обычно И короче увидимся В пятницу Пока-два Субтитры сделал DimaTorzok